МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Агрудно+. Программа «Маршруты милосердия». Программа, которая говорит обо всем и обо всех, кому нужны милосердия и безвозмездная помощь. Общественная благотворительная организация «Гродненский детский хоспис» была образована в 2008 году для оказания помощи тяжело и безнадежно больным детям и их семьям. За время своего существования хоспис провел не одно благотворительное мероприятие, подключил к своей работе многочисленное количество неравнодушных гродненцев и оказал поддержку многим нуждающимся. И сегодня у нас в гостях директор Гродненского детского хосписа Ольга Шульга. Добрый вечер, Ольга. Здравствуйте. Нашу беседу мы начнем буквально через несколько секунд. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Маршруты милосердия». Еще раз напомню, что в гостях у нас директор Гродненского детского хосписа Ольга Шульга. Ольга, вот у многих слово «хоспис» вызывает ощущение конца, безвыходной ситуации, безысходности. Вот вы же позиционируете, что хоспис — это, читаю дословно, не дом смерти, это достойная жизнь до конца. Как много у нас сегодня в Гродненском детском хосписе подчиненных, которые действительно находят надежду, достойную жизнь? Ну, нужно понимать, что в обществе существует, и мы сталкиваемся с этим каждый день, такое стереотипное представление, что хоспис — это какое-то учреждение, в котором лежат больные дети, и они там умирают. На самом деле во всем мире разработаны стандарты палеоактивной детской помощи, и в эти стандарты главной такой красной нитью прописано, что ребенок должен находиться дома, потому что нет ничего лучше для ребенка, чем родные стены. И я всегда привожу три таких больших критерия «за». Почему так должно быть? Потому что это натурально для ребенка, чтобы он проводил свои дни дома. Для родителей, если ребенок болеет, лучше, когда бытовые вопросы улаживает мама в домашних условиях, нежели в стационаре либо в другом учреждении. И третье, конечно, оказание палеоактивных услуг — это не дешевый. Вид услуг и для государства, для бюджета лучше, когда ребенок находится дома, потому что это удешевляет услугу оказания палеоактивной помощи. Но говорить, что такое хоспис — это достойная и насыщенная жизнь до конца, это для специалистов очень сложно, потому что и для людей очень сложно понять, потому что нужно смотреть на жизнь и видеть философию жизни немножко по-другому. Вот я 15 лет скоро работаю с детьми с инвалидностью, 7 лет работаю в детском хосписе. И наши сотрудники, когда они работают с тяжело больными детьми, они учатся ценить каждый день до конца. И поэтому для нас нет разницы, здоровый ребенок, больной ребенок, или он больной всегда, но он еще больше заболел, вот грипп там у него или простуда. Мы видим натурально детство ребенка таким, какое оно должно быть. И наше видение оказания помощи тяжело больным детям, оно переносится на уровень обычного отношения к детям. Вот мы не видим, что у них есть заболевание, и мы стараемся так сформировать индивидуальный план работы с ребенком и с семьей, чтобы он получал качество жизни каждый день в домашних условиях. В любом случае получается, что вы, ваши сотрудники, да и, наверное, родители, вот таких деток, которым нужна помощь, в какой-то степени переосмысливают свои жизненные ценности, да, и вот от материальных каких-то достатков уходят вот действительно к тому, что нужно ценить каждый день, с самого утра до момента, когда вы идете спать и опять просыпаетесь. Ну, знаете как, в жизни бывает человек, когда взрослеет, и жизнь ему преподносит уроки, и эти уроки нужно учить жизненные. И все зависит от того, насколько человек, ну, соображает, понимает, какие испытания ему преподносятся. И часто вот мы задаемся таким вопросом, а почему вот нам это испытание? Кто верит в Бога, спрашивает, почему Бог послал такое испытание? Или вот, ну, а почему так? Сложно искать ответы на эти вопросы. Но мы, работая с чужим горем, учимся ценить счастье, когда каждый день есть... Горе, оно такое, очень соизмеримое. У кого-то каблук сломался, это горе. Это уже горе, да. Понимаете, а у кого-то тяжело больной ребёнок, мама его за руку подержала, и он улыбнулся. И нет предела счастья этому. Вот работа в хосписе научила меня таким трём важным главным вещам. Первое, что не надо оценивать обстоятельства, на то есть время и Бог. Всё расставится так, как оно должно быть. Второе, всё можно поменять в этой жизни. Даже самые заклятые враги могут становиться друзьями, ну или, по крайней мере, вести себя по-людски, достойно, по-человечески. Но только смерть нельзя поменять, когда уходит ребёнок, когда уходит человек. И часто люди, когда теряют близких, вот они сожалеют, а я ему не сказал, как я его люблю. Поэтому говорю зрителям, говорите своим близким и родным каждый день, что вы их любите. Ну и третье, это то, что нужно на самом деле ценить каждый день. Скажите, ну вот каким образом попадают к вам детки и родители? Ведь зачастую, согласитесь, тем родителям, у кого дети нуждаются в помощи, очень тяжело попросить у кого-то той же помощи. Они стараются как-то самостоятельно бороться со своими проблемами, самостоятельно искать те же деньги на лечение своих детей. Но попросить у кого-то помощи многим стыдно. Ну, я бы сказала так, что сегодня в Республике Беларусь у нас система палеоативной помощи детям развивается стремительно, и мы наращиваем обороты, и это выходит на очень такой хороший качественный уровень. Есть приказ Министерства здравоохранения, где определены критерии, каким образом ребёнок переводится под палеоативное наблюдение. На базе учреждений здравоохранения, вот на базе второй детской поликлиники, работает палеоативный кабинет. Специалисты детских учреждений здравоохранения, они обучаются, каким образом переводить ребёнка под палеоативное наблюдение. И есть алгоритм. То есть сегодня работать гораздо проще. То есть уже нет такого на ощупь, идёте сами куда-то, есть определённая чёткая система, следуя которой действительно можно добиться результата. В плотном взаимодействии со специалистами учреждений здравоохранения, и вот благодаря этому можно говорить, что сегодня те критерии и качества, по которым мы раньше не понимали, как нам работать, сегодня они определены, и мы чётко можем измерять, а так ли мы оказываем палеоативную помощь. Вы сказали о том, что ваши сотрудники, действительно общаясь, помогая деткам, которые у вас находятся, переосмысливают свою жизнь, учатся ценить вот такие, наверное, незначительные порою, казалось бы, моменты, но которые в итоге оказываются, может быть, самыми важными в жизни. Вот как много вам удалось вокруг себя собрать таких неравнодушных людей, сотрудников? Как часто они появляются? Меняется ли состав вашего коллектива? Потому что всё-таки работа очень сложная. Ну, соглашусь, что работа очень сложная, потому что работа с чужим горем, постоянно напряжённая такая работа. У нас в штате шесть человек работают. Недавно к нам пришли новые люди работать. Не часто меняется коллектив, потому что в хорошем деле всегда есть хорошие люди. А те люди, которые временные или нехорошие, или, возможно, они высококлассные специалисты, но не могут справиться с эмоциональным напряжением, которые... Нужно просто понимать, что так ситуация есть, ребёнок больной, но нужно из себя достать такие профессиональные и моральные качества, чтобы понимать, каким образом эту помощь нужно оказать. И поэтому есть люди, которые приходят, смотрят и уходят. Ну, а мы стараемся... Вот у нас есть волонтёров очень много, мы их обучаем. И те люди, которые на самом деле хотят помогать, мы стараемся создать все условия, чтобы такая возможность у людей была. О волонтёрах поговорим чуть позже. Сейчас хотелось бы затронуть такой момент относительно того, что вы частенько устраиваете различные акции. Акции, которые привлекают внимание, которые направлены на помощь детям, на помощь их семьям в первую очередь. Также их нужно поддерживать. Но вот предлагаю для начала, прежде чем мы будем говорить более подробно об акциях, посмотреть небольшой видеоматериал, который как раз-таки и покажет нам одну из акций, инициатором которой стал Гродненский детский хоспис. Сегодня гости одного из гродненских кафе существенно отличались от постоянных посетителей. Здесь проходила благотворительная акция «Детские сердца, а не детских проблемах». Юные посетители под руководством повара готовили печенье. Аккуратно вырезая из теста звёздочки и сердечки, они, казалось, на время забыли о своих болезнях. Специалисты говорят, занятие творчеством помогает бороться с тревожностью, депрессией и даже уменьшает болевые ощущения. Трёхлетняя Вика свой диагноз пока не может даже выговорить. Но о том, что ей стало лучше, свидетельствует улыбка. Такие мероприятия помогают людям узнать, куда обратиться, как помочь. Поэтому это очень актуально в данное время и, я думаю, очень полезно. Акцию проводили Гродненский детский хоспис совместно с учениками-волонтёрами гимназии номер 7. На данный момент под опекой хосписа 86 детей. У многих из них онкозаболевания. Эти ребята очень нуждаются в заботе и поддержке не только своих родных, но и окружающих людей. Врачи, психологи, педагоги и другие добровольные работники-волонтёры детского хосписа оказывают помощь ребятам. В таком подобном проекте участвую первый раз. Вообще, когда мне предложили, я была дома, и я сразу же загорела желанием. Потому что я считаю, что всегда нужно помогать людям. А таким детям они должны находиться в окружении людей. Им нужно общение, чтобы они не замыкались в себе. Чтобы они просто видели этот мир. Цель таких мероприятий – не только привлечь внимание людей к данной проблеме, но и напомнить, что эта дата – не день отчаяния и горя, а торжество победы детей, взрослых, врачей и всех, кто не безразличен к чужому горе над страшной болезнью. Успех в лечении онкозаболевания – это прежде всего диагностика на ранней стадии. Мы хотели бы вместе с подопечними Гродненского детского хосписа, вместе со всеми неравнодушными волонтерами, обратить внимание всех, особенно родителей, на то, чтобы они пошли к врачу, пошли в медучреждение. На то, чтобы обследовали себя, чтобы услышать диагноз «Вы здоровы!» – это самый главный призыв, послание детей от нашего хосписа. В феврале планируется провести еще два мероприятия. 16 числа в Гродненской областной библиотеке под названием «Жизнь после болезни» и 26-го «Я сдольна быть здоровым» в молодежном центре. Люди, пережившие страшный недуг, смогут поделиться своим опытом, а также советами по предотвращению рака. Медицина не стоит на месте, и, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого страшного заболевания. Мы возвращаемся в студию программы «Марашют и милосердие» и продолжаем нашу беседу. Ольга, вот мы только что видели замечательный видеоматериал об акции, которую вы проводите. Скажите, какие еще акции у вас есть? Может быть, самое ближайшее будущее что-то планируется? И вот на самом деле, какова главная цель ваших этих мероприятий? Собрать деньги или объединить как можно большее количество людей неравнодушных людей? Хочу сказать о том, что хоспис может возникнуть в том сообществе, когда люди к этому готовы. Поэтому то, что Гродненский детский хоспис 7 лет работает в городе Гродно, это заслуга специалистов, но я бы сказала так, в том числе. А в первую очередь это заслуга горожан, которые нас поддерживают. У нас есть несколько проектов теперь, которые идут. И акции, которые мы проводим, они направлены на то, чтобы информировать людей, потому что каждый раз к нам, каждую неделю приходят новые люди и говорят, а я не знал, что в Гродно есть детский хоспис. Вот поэтому очень такая интересная акция есть, совместная работа у нас есть с отделом образования горисполкома, когда во всех школах нашего города специалисты, педагоги рассказывают доступным для детей языком, а что же такое хоспис. И мы надеемся, что когда дети, будучи маленькими, услышат просто такое слово хоспис, и когда они подрастут, они будут натурально понимать, что есть такое учреждение. То есть уже где-то там в подсознании отложатся на определённой полосе. Да, они будут вспомнят, будут знать, что это не что-то страшное, будут уже знать, что это такое. Ну вот ещё одна акция у нас сейчас, она проходит в универмаге, где выставлены портреты мам и детей, которые воспитывают детей с тяжёлой формой инвалидности. И люди могут посмотреть на тех людей, у которых моральные качества есть высокие, есть доброта, которым в жизни так попало выполнять такую функцию, иметь тяжело больного ребёнка. Но это те люди, которые стараются быть социально активными, которые открыты к обществу и которые хотят, чтобы общество принимало людей с инвалидностью, ну как равноправных членов нашего белорусского общества. Вот вы правильно сказали, что у хосписа существует 7 лет, и у вас, кстати, там всего 6 человек, но тем не менее, он бы просто не смог существовать всё это время без жителей нашего города, без гродненцев. И опять же, те же акции, которые вы проводите, но вы одна, и усилиями тех же 6 человек, тоже это физически просто невозможно проводить. Вот как много удалось привлечь таких единомышленников неравнодушных? Активно откликаются люди? Кто-то говорит, а вот мы там верим или не верим. Но честно, нам каждый месяц поступает вот какое-то предложение организации, либо торговый объект какой-то говорит, а давайте мы проведём совместную акцию. Сейчас мы готовим совместную акцию с торговым центром «Корона». Они сами предложили это. Мы немного усилий прикладываем, потому что на самом деле мы не сценаристы, не режиссёры, мы те люди, которые работаем с детьми, и нам сложно, будучи не в этой профессии, но каким-то образом понимать, а вот как это нужно сделать. Вот поэтому откликается очень много людей. Мы пишем через социальные сети. Например, нам нужен режиссёр, чтобы снять видеоролик, вот последний, который мы выпустили по профилактике детской онкологии. И через два часа к нам откликнулись очень хорошие профессионалы из Минска. Они приехали к нам, отсняли, смонтировали всё. Поэтому, ну, когда вот у нас... Сейчас мы ремонтируем сенсорную комнату, и случается так, потому что у нас женщины в коллективе, и случается так, что нужно вывезти мусор. Нужна грубая мужская сила. Да, нужна мужская сила. Поэтому мы пишем такое объявление, и к нам приходят люди, совершенно семьями приходят люди, специалисты, главные инженеры приходят, простые строители приходят, и все помогают. И когда вот мы видим такое участие людей, понимая, что насколько важную работу ты делаешь, и насколько важно, чтобы люди видели вот ту работу, чтобы организация была как можно более открытой. Вот вы сказали, что вы пишете объявление, где-то в соцсетях, да, и люди откликаются. Вот достаточно на сегодняшний день вот этой информированности населения о проблемах, о детках, о родителях, даже о существовании самого хосписа. Или всё-таки нам нужно кричать об этом на каждом углу? Понимаете, нужно... Каждый человек, каждый специалист должен выполнять свою работу профессионально. И да, сегодня развивается тема благотворительности, люди откликаются, развивается тема взаимопомощи ну разным целевым аудиториям, или бездомным животным, или людям, пострадавшим от домашнего насилия, или людям с инвалидностью. И делать добро — это такая есть натуральная потребность человека. Всё равно человек, даже если он очень злой, если он обиженный жизнью и судьбой, всё равно у него внутри где-то... Доброта есть. У кого-то совсем глубоко, у кого-то на поверхности. Вот это делать добро и отдавать себя другим людям, оно всегда у человека присутствует, ну потому что мы существа социальные, так устроены мы. Поэтому люди всё равно стремятся и ищут чаще нас, и ищут, чем мы их ищем. На такой вот положительной ноте мы прервёмся буквально на несколько минут, сразу же после рекламы вернёмся в студию и продолжим нашу беседу. Мы продолжаем программу «Маршруты милосердия». Напомню, что в гостях у нас директор Гродненского детского хосписа Ольга Шульга. Ольга, мы уже немножечко с вами поговорили про акции. Вот у нас есть такие небольшие брошюры, которые вы привезли с собой. Вот что касаемо как раз-таки мальчика Миши Дюрт. О нём также активна была информация во всех средствах массовой информации, простите за татологию, но тем не менее, на ваших акциях вы кроме привлечения внимания ещё и частенько собираете деньги, так сказать, не то чтобы собираете, а призываете людей к помощи. Помогать, да. Вот как раз-таки у Миши ситуация, которая может разрешиться буквально в несколько дней, но ему всё ещё нужна помощь, да? Ну, я хочу сказать, что Гродненский детский хоспис, он не занимается сбором средств на реабилитацию, либо на лечение детей. Мы работаем с детьми с очень тяжёлой степенью инвалидности, с детьми, у которых в силу их заболевания существенно ограничен срок жизни, но работа с данной семьёй, она является скорее исключением, чем правилом. Вот, у нас есть такая акция, она проходила в торговом доме Неман, когда мы собирали средства на лечение, на операцию для Дюрц Михаила, потому что очень мы не хотим, чтобы этот ребёнок оказался у нас в хосписе. Вот, очень мы хотим, чтобы то лечение, которое он проходит сегодня за рубежом, чтобы оно ему помогло, и чтобы всё было хорошо, чтобы ребёнок с онкологическим заболеванием вошёл в такую хорошую стадию ремиссии, чтобы выздоровел, и чтобы семья отзывалась только с благодарностью к людям, которые помогли, вот, и чтобы мальчик жил и радовался. Вы одна из очень немногих организаций, которая говорит, что мы не хотим, чтобы к нам попал вот этот мальчик, этот человек. Но, к сожалению, мы, как специалисты, наблюдаем, что рост детей с инвалидностью, он есть, увеличивается такая проблема, есть она, и количество детей с инвалидностью, оно будет увеличиваться. И этому есть несколько причин. Ухудшение экологической обстановки, ухудшение здоровья молодых людей, которые часто не смотрят за своим здоровьем, ну, как, наверное, и положено молодым людям, но это влияет в том числе. И вот вместе с тем сегодня наше здравоохранение, оно выходит с каждым годом на более качественный и новый уровень. Растёт уровень знаний и компетенций медицинских работников, и они могут выхаживать детей, которые вот рождаются с массой тела, 600, 700, 800 грамм. Наш перинатальный центр, он даёт очень хорошие показатели. Количество смертности детей и матерей, оно у нас... Уменьшается значительно, да. Да, по последним показателям ООН, вот когда смотрели, мы выполнили все показатели, Республика Беларусь выполнила. И это всё говорит о том, что, да, мы можем выхаживать детей, с которыми, ну, что-то или внутриутробно случилось, или что-то вот произошло. Мы можем спасать их, но ребёнок рождается незрелый, и нужно дальше что-то с этим делать. Вот, и тут это, конечно, вызов для специалистов и вызов для общества. Для родителей, да. Для родителей и в том числе для общества. Каким образом нам всем вместе так выстроить нашу социальную, общественную жизнь, чтобы было место нам всем, и в том числе людям с инвалидностью, детям с инвалидностью, чтобы они были не заброшены, чтобы они находились не дома, чтобы они были среди нас, среди обычных, и чтобы это было обычным делом. Вот вы как раз-таки недавно бросили вызов нашему обществу, создав видеоролик, который обращает внимание на детей с онкозаболеванием, на возникновение вообще онкозаболевания у детей. Как родилась идея этого ролика? Кто участники этого ролика? Ну, мы стали наблюдать, что количество детей с онкологией у нас за 15-й год больше стало детей, чем за остальные годы. И мы начали искать причину этому, потому что среди специалистов учреждений здравоохранения профилактические осмотры, как они проводились, так они и проводятся. То есть доктора смотрят за детьми на уровне поликлиник, или на уровне больниц, или на уровне школ и детских садов. Вот эти ежегодные осмотры есть, но что-то каким-то образом идёт не так. И мы хотели бы заострить внимание родителей, чтобы они были более внимательными к своим детям. Потому что когда ребёнок маленький до года, вот за ними наблюдает педиатр. Каждый месяц они приходят, и там никаких вопросов не возникает. А потом, когда ребёнок идёт в детский сад, ну и он болеет ещё, тогда люди приходят к педиатру. Но когда дети идут в школу, и болеть они становятся всё меньше, и меньше заболеваний приходят, тогда родители считают, что, значит, можно ослабить, вот здесь можно ослабить контроль. Можно обратиться к врачу только по надобности. Когда заболел. Да, когда заболел. Ну, понимаете, бывает так, что дети и не болеют целый год. Но это не говорит о том, что не нужно приходить к врачу, не говорит о том, что не нужно смотреть за ребёнком. Или когда ребёнку 9-10 лет, и он самостоятельно начинает выполнять гигиенические процедуры в домашних условиях, может в ванной закрываться сам уже, родители совсем тогда не смотрят ни за кожными покровами, ни за чем не смотрят. Так вот этот ролик призван к тому, чтобы родители обратили внимание. Я всегда говорю, что родительство – это работа. Первое – научить детей жить без нас, потому что мы, родители, умираем раньше, чем дети. Это такой натуральный жизненный процесс. И второе – любить детей безусловно. Вот это две таких важных вещи, функции, которые родители. Такая вот работа. Обязанная выполняет отлично. Это обязанность. И если мы будем это делать, если это будут педагоги будут здесь, учреждения образования и здравоохранения, тогда мы сможем достойное поколение себе вырастить, тех отзывчивых, смелых, хороших людей, которые будут хорошими и дома, хорошими на работе и хорошими для нашей страны. Ну что ж, я считаю, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому прямо сейчас мы посмотрим ролик, который был создан Гродненским детским хосписом. О, у меня на коже появились какие-то маленькие штучки, похожие на бугорки. Они покрыты красными и синими сосудами. Поверхность этих противных штучек прозрачная и блестящая. Поэтому их называют жучухи. Мама, папа, это повод пойти к врачу. А может, я резко потерял весе? Или наоборот, резко потолстел. Мама, папа, я часто хролочь на головные боли. И на усталость. Помните, в прошлый раз простуды перенос намного легче. И не лиховая девочка. Мам, папа, следите за моими элифоузлами. Они могут начать изменять размеры. Что-то случилось с моей походкой? Вы замечаете, что я сейчас-то стала спотыкаться? И у меня все валится из рук? Давайте сходим к врачу. Мое зрение может окончаться не только из-за компьютера. Давайте вместе убедимся, что это не опухоль мозга. Работа и понос – это не беда. Ну, а может, они что-то зачастили? Надо сделать и все. Будьте внимательны к моим аллергическим реакциям. Вдруг они затянулись по мне? Меня зовут Ольга Шульга. Я работаю директором Гродненского детского хосписа 7 лет. В городе Гродно был реальный случай, когда 6-летний мальчик воскресное утро катался на самокате, у Павла и у него открылось долго не останавливающееся носовое кровотечение. В то время родители и предположить не могли, с каким тяжелым диагнозом они встретятся. И это оказалась онкология четвертой стадии. К сожалению, более чем в 90% случаев появляемость детской онкологии – это случайность. Поэтому мы призываем каждого из родителей быть более ответственными, смотреть за своими детьми, даже когда вам кажется, что они стали самостоятельными. В теме детской онкологии время имеет значение. Субтитры создавал DimaTorzok Вы смотрите «Маршруты милосердия». Сегодня мы говорим о работе Гродинского детского хосписа. Ольга, мы с вами до начала ролика говорили о том, как родилась идея возникновения этого ролика. А кто все-таки участники, кто звезды данного ролика? Наши сотрудники знают, что наши семьи – это наши главные помощники. Поэтому в виде таких небольших, маленьких актеров выступали дети сотрудников детского хосписа. Было для них это очень сложно. Для многих впервые это было. И они сказали такие слова «Мы снимали 3 часа, мы так устали!» А вышло всего лишь 3 минуты. Но мы хотим, чтобы вот эти 3 минуты они очень на родителей повлияли. И вот моя дочка, когда она снималась в этом ролике, она теперь у меня каждый день спрашивает «Мама, а посмотри мои лимфатические узлы, не увеличились ли они в размерах?» То есть, видите, не только до родителей дошла эта информация, но в первую очередь до детей. А дети же вырастут и когда-то станут сами родителями. Поэтому им это точно на всю жизнь запомнится. Вот в данном ролике главная проблема – это обратить внимание действительно на онкозаболевания у детей. Вы сказали, что у нас в Гродно, к сожалению, увеличилось, в Беларуси увеличилось количество детей, которые заболевают. Это мировая тенденция в том, что за высокое качество жизни и за долголетие надо чем-то расплачиваться. Да, надо расплачиваться. Поэтому мы хорошо выглядим, цифра у нас хорошая. Но тем не менее, я знаю, что в самое ближайшее время вы начнете совместную работу по оказанию помощи онкобольным Гродно. Совместную с кем? Что это будет за работа? Два года я знакома с директором Международного просветительского учреждения «Во имя жизни» в Минске у нас есть такая организация онкопациентов, которые работают над тем, что они собирают онкобольных людей и оказывают им психологическую помощь или духовную помощь, или просветительскую помощь. И в городе Гродно такой работы нет. Есть люди, которые в такой помощи нуждаются. Поэтому к нам приезжала в детский хоспис Ирина Жихар. Это человек, у которого 20 лет стажа работы. Она дважды является онкобольной сама. И у них есть очень серьёзные наработки, научные наработки, практические наработки, практически обкатанная рамочная система. И вот мы с нашим главным внештатным онкологом учреждения здравоохранения договорились, что мы попробуем такие группы самопомощи для онкобольных людей организовать в Гродно. Я выступаю пока как посредник, как такой администратор, который начинает эту работу. Но мы очень ждём человека, который придёт и захочет заняться всерьёз этой работой, потому что это требует времени, это требует отдачи. А моё время отдачи в детском хосписе, поэтому это временно. Но вот 16 марта, пожалуйста, мы приглашаем всех тех, кому интересна эта тема, кто, может быть, столкнулся с таким тяжёлым заболеванием, или у кого родные болеют, или специалисты, может быть, хотят прийти послушать, как сегодня развивается система оказания помощи онкобольным людям. Из фонда библиотеки будет выставлена литература, и Ирина, она расскажет, покажет, какой литературой можно пользоваться, какой нельзя пользоваться, какую литературу придерживается наше Министерство здравоохранения, потому что всё равно медицина должна быть доказательной. Да, можно насчитаться такого, что ещё навредить себе. Да, лечат чем угодно онкологии. Ну, а к тому же ещё и интернет, где можно вылечить абсолютно все болезни, поэтому нужно получать информацию правильную и дозированную. Я всегда говорю, что медицина – это наука, и она должна основываться на… должна медицина быть доказательной. Вот, поэтому приедет к нам наш литовский партнёр, у них есть целая ассоциация, организация в Литве, которая занимается помощью онкобольным, расскажет, каким образом они работают. Ну, и будет мастер-класс для всех пришедших по завариванию зелёного чая, очень такого важного продукта, это продукта номер один для онкобольных людей. Поэтому, ну, очень приглашаем, ждём, что люди откликнутся, что придут, чтобы максимально мы смогли помочь тем, кто нуждается в этом. Давайте ещё раз скажем, когда и где. 16 марта? 16 марта, 17.00, библиотека имени Карского, Новый замок, Актовый зал. Продолжим наш разговор буквально через минуту после рекламы на телеканале Гродно+. Мы возвращаемся в студию программы «Маршрут и милосердие». Напомню, что сегодня мы говорим о работе детского Гродинского хосписа. В гостях у нас директор Ольга Шульга. Ольга, мы рассказали о ваших акциях, мы рассказали о замечательном ролике. Вы нам открыли тайну того, как будет налажена работа по взаимодействию, оказанию помощи онкобольным в Гродно. Откройте ещё один секрет. На вашей страничке в соцсетях нашла информацию, цитирую дословно, «Скоро коробки смелости в Гродинском детском хосписе». Что это значит «коробки смелости»? Ну, это такой секретный проект, который сейчас уже вот я этот секрет раскрою. В Минске есть такое социальное учреждение, куда приходят люди, артисты приходят, знаменитые люди нашей страны, и они изготавливают статуэтки ручной работы. Затем эти статуэтки собираются в такую коробочку. Это вот называется «коробка смелости». И эти коробки ставятся в разных учреждениях, в больницах, могут быть они в поликлиниках, вот приедут в наш детский хоспис, когда ребёнок боится какой-то медицинской манипуляции. Или ему не хватает, ну, какой-то такой защиты. Вот он может залезть своими ручками в эту коробку и оттуда достать себе такой амулетик, оберег, вот эту вот такую статуэточку ручной работы. Вот, поэтому это такой очень шумный проект в городе Минске. Из Минска впервые он приезжает в Гродно. Мы стараемся, чтобы в городе Гродно, но вот всё то, что в республике у нас есть, такое новое, передовое, чтобы... Мы внедряли, потому что, ну, так правильно, я считаю. Поэтому вот такие коробки смелости скоро приедут к нам. Они уже будут заполнены куклами ручной работы, которые сделаны звёздами Минска? Часть из них будет заполнена. Но вот ещё один такой секрет раскрою. Мы бы хотели собрать тех знаменитых людей, которые есть у нас в городе, чтобы мы такие коробки тоже сделали. Вот, поэтому мы в марте месяце, в конце марта, мы проведём такой мастер-класс. Будет приедет дизайнер, она покажет, расскажет. Ну да, это же нужно всё-таки сделать красиво, а не обыкат. Да, поэтому мы немножко попозже расскажем, каким образом. И вот каждый, кто придёт, сможет сделать такую статуэточку, и она будет у тяжело больного ребёнка и будет давать ему силу, веру, любовь, добро. Идея, по-моему, очень замечательная. Будем надеяться, что у вас всё получится. Ну и последний вопрос, Ольга. Действительно, много у вас людей неравнодушных, но для тех, кто нас сегодня смотрит и захочет к вам обратиться, прийти, помочь. Каким образом стать волонтёром вашей организации? И вообще куда обращаться? Куда приходить? Куда звонить? Куда писать? Наша организация располагается по адресу Гагарина, 18. Это где вторая детская поликлиника в городе Гродно. У нас каждый год обучаются около 30 волонтёров. Это не просто люди, которые пришли с улицы, и вот мы их сразу пустили к детям. Они проходят несколько обучающих тренингов, где мы практически объясняем, что такое волонтёр, почему нужно быть волонтёром, а нужно ли быть волонтёром, что корыстного волонтёр получает в работе своей. У нас есть кодекс волонтёра. Мы юридически затем заполняем договор о волонтёрской деятельности, где у волонтёров есть обязанности, прописываются. К концу года остаётся человек, наверное, 15-20. Сейчас у нас 18 активно работающих волонтёров. Это очень хороший показатель для нас. Выпустили мы такую листовку для волонтёров. Программа называется «Волонтёр-человек доброй воли». Они участвуют во всех наших акциях, в мероприятиях, работают с больными детьми. Но хочу оговориться, вот позавчера звонил ко мне человек, говорил, что я бы хотела работать волонтёром на неполную занятость. Хочу сказать, что волонтёрство — это работа бесплатная. Мы можем предоставить чай, кофе, печенье можем предоставить. И это полная занятость, мне кажется. Это всё-таки поглощает тебя. Это образ жизни. Всё равно я думаю, что мы придём к тому, что волонтёрство, оно станет престижным. И когда люди пишут свои CV, когда пишут биографию или автобиографию, или резюме куда-то пишут. Если у них есть строчка «волонтёр», да? Для руководителя это всегда очень большой бонус, потому что человек отдавал себя в молодости не только занятиям, которые должны быть для молодости присущи, но и он помогал другим. Поэтому мне кажется, что это очень-очень важно. И люди, которые у нас работают, они очень честные, очень открытые люди, очень добродушные, такие высокие моральные качества у них. Но главное, что действительно люди хотят помогать безвозмездно, просто так, от того, что у них есть добро внутри, которым они хотят поделиться. А, и они хотят отдавать её. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Но вам, как активисту, хотелось бы пожелать как можно больше единомышленников, ну и как можно меньше детей, которые к вам обращаются. Спасибо вам большое за приглашение. На этом время нашей программы подошло к концу. Собственно, вещание телеканала «Грудно плюс» продолжит новости. Я же с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире телеканала «Грудно плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин